привет у меня в руках вот такие две пластиночки надеюсь что каждый из вас знает что это такое это альбом группы pink floyd 1973 года чем отличаются эти две пластиночки первая из них это пиратская копия купленная мной на советском рынке ну на самом деле это сама сам сам сама музыка она оригинальная просто выпущена она у нас в россии стоила она там рублей 200 наверное в европе такой диск стоил бы порядка 10 евро а вторая пластиночка вот это это японский ремастеринг этого альбома здесь прекрасная книжечка очень приятное оформление приятно держать в руках тут очень много всяких вкладышей тут очень много чит написаны на японском и тексты песен есть всякие вкладочки вот альбом очень примечательный нужно обязательно об этом поговорить но сначала я хочу подключить моего питерского друга александра шиманова он специалист он коллекционер и всю свою жизнь он занимается винилом и он вам расскажет кое-что интересное об этом альбоме всем меня зовут александр шиманов я директор питерского музыкального магазина одного из старейших городе совсем недавно я узнал что один мой старинный друг александр цыплухин по совместительству являющийся директором одной из лучших музыкальных студий в москве собирается забрать величайший трек в истории рок-музыки хочу добавить немного рок-интриги рассказать коротенькую историю песня будет вот с этого альбома как вы все поняли этот дак сайту зимон два слова первый диск вышел первый пресс вышел с голубым треугольником на пятаке буквально через два месяца студии магазины покупатели прислали массу претензий что ничего не считается следующая пластинка вышла уже с обычным пятаком там был черный треугольник в рамке и собственно говоря этим отличается первый пресс стоимость вот этой пластинки 2000 рублей а стоимость оригинального с голубым треугольником тоже 2000 но уже доллара вот такую интересную историю рассказал нам александр шуманов на самом деле альбом вышел огроменными тиражами я даже боюсь назвать цифру по чтобы не ошибиться то потом меня кто-нибудь обязательно будет за это критиковать вот интересно и сама история этого альбома альбом называется до дак сайтов дому на самом деле про луну там ни слова нет это все про темные стороны человеческой жизни человеческого характера это философский альбом и это действительно альбом потому что слушается он целиком песни идут нон-стоп и концепция альбома так выстроена продюсеры альбома алан парсон и дэвид гилмор еще нужно сказать об этом альбоме почему собственно я вообще взял этот альбом и тем более мы сегодня будем с вами разбирать трек номер 5 с этого альбома он называется money эта композиция на 6 минут 25 секунд это очень много но это такая форма для рок-композиции вполне естественно и вполне нормальная почему я взял этот альбом и почему я вообще об этом хочу поговорить давайте представим себе наверное многие из вас этого не могут представить но в семьдесят третьем году представьте себе не было ни одного плагина более того не было цифровой реверберации в принципе весь этот альбом сведен на железном ревербераторе и мт-140 вы видели такой плагин у себя в компе вот а это как раз оригинальный плюс в то время не было автоматики то есть нельзя было автоматизировать перемещение объектов а в этой композиции мы слышим смену пространств в разных частях на протяжении трека раз два три 4 и потом возврат обратно то есть четыре раза меняется пространство и делалось это все вот этими ручками фейдер очками и в студию приходила кучу народу приглашали уборщицу и уборщица отвечала за фейдер номер три ей нужно было на 1 25 фейдер номер три поднять с минус 15 децибел на минус 10 децибел примерно так это происходило вот и еще один очень важный момент стерео было изобретено в тридцать шестом году но фактически до шестидесятых на конца пятидесятых шестидесятых годов это стерео нигде не воспроизводилась потому что его не на чем было слушать это раз мульти трековая запись появилась тоже только в пятидесятые годы и только тогда у звукорежиссеров в принципе появилась возможность моделировать пространство потому что до этого времени задача звукорежиссера была в том чтобы снять то пространство которое уже существует возможности моделировать что-то и менять не было да то есть и если вы послушаете ранние записи beatles начала шестидесятых то там безумное стерео когда у вас барабаны в левом ухе а все остальное в правом ухе тут где-то бас-гитара одна поперек висит и слушать это в общем-то неприятно на самом деле мне неприятно по крайней мере слышать когда у меня барабаны в одном ухе вот этим и примечателен этот альбом то есть семьдесят третьем году сделать такую композицию с четырьмя сменами пространств это достаточно сложная теперь самой композиции сама композиция написано в тональности си минор хотя изначально это была тональность соль минор композиция на трех аккордах соль минор фа диез минор и ми минор собственно вот вся тема все написано так изначально стартовый темп 120 значит те две пластиночки которые я вам показал я с них взял 5 трек money и загнал их компьютер вот первое у нас это пиратская версия 2 японский ремастеринг обязательно надо поговорить о японском ремастеринге достата это очень тонкая и деликатная работа вы не видите да вы видите что тут нету не лимитеров не мульти бэнд компрессии и эквализация тоже достаточно скромная да то есть если вы послушаете один и второй трек туба боюсь что разницы вы не заметить ну вот возьмем допустим первый куплет первое будет японская вторая будет пиратская минимальная коррекция фактически они чуть-чуть подобрали муть в районе нижней середины и в районе низа все больше никаких изменений нет должен сказать что я хотел провернуть трюк с противофазой ну хотя бы проверить это да не работает аналоговая запись японская версия на пол секунды короче чем не японская и темп у них изначально 120 если мы запускаем два трека одновременно то есть примерно через 30 секунд они уже расходятся и одна фонограмма начинает опережать вторую японская чуть чуть быстрее чем не японская ну вот это слышно сейчас я включу два сразу ко второму куплету они уже расходятся японцы торопятся жить хорошо значит сегодня мы проведем с вами анализ формы композиции я попрошу вас я хочу чтобы вы это сделали вы это сделали прямо вместе со мной я буду писать вот здесь на доске а вы подготовьтесь возьмите ручку бумагу и слушайте внимательно и анализируйте форму надо сказать что композиция написано в размере 7 четвертей но ко второму соло гитара они переходят на 4 четверти и потом опять возвращается в 7 четвертей сейчас мы все это услышим итак слушаем и анализируем субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok дим 근�зь дим дим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!